Вторая мировая война Это противостояние двух военно-политических коалиций. С одной стороны выступали Германия, Италия, Япония и их союзники. С другой – страны антигитлеровской коалиции, ведущие роли в которой принадлежали СССР, США и Великобритания. Военные операции проходили при массовом использовании авиации и, в частности, истребительной. Одним из важных театров военных действий Второй мировой являлся Тихоокеанский регион. Главными игроками здесь были Соединенные Штаты и Япония. Еще в сентябре 1940 года Япония вместе с Италией и Германией подписала Тройственный пакт, который предусматривал разграничение зон влияния при установлении нового мирового порядка. Согласно ему, Японской империи отводилась ведущая роль в Азии. В ответ на японскую военную экспансию в азиатские страны президент США Рузвельт ввел против страны восходящего солнца экономические санкции и прекратил поставки нефти. В Токио понимали, что такое развитие событий спровоцирует войну с Вашингтоном. И со временем США превратились для Японии в основного врага. Во время Второй мировой войны истребительная авиация Японии имела на вооружении достаточно современные типы боевых машин. Вот некоторые из них. Некадзима Ки-43 Хаябуса, в переводе на русский «Сокол Сапсан». Один из самых массовых японских истребителей. Рабочая лошадка императорской армии. Выпустили около 6 тысяч этих самолетов. Кавасаки Ки-45 Торю. Драконоборец. Использовался как истребитель сопровождения и перехватчик. Каваниси Н-1К «Сиден». Фиолетовая молния. Модификация с индексом Ка-2 являлась одним из лучших японских истребителей. Кавасаки Ки-61 «Хиен». Пласточка. Единственная машина в истребительном парке Японии, оснащенная двигателем жидкостного охлаждения. Использовался тот же тип мотора, что и на Мессершмите-109. Ки-61 приняли на вооружение весной 43-го. Это был первый японский истребитель, на котором установили бронезащиту и протектированные бензобаки. Наибольшую известность среди японских машин получил истребитель фирмы «Митсубиси А-6М», известный более как «Зеро», то есть «Ноль». Это был самолет корабельного базирования. Стоит отметить, что именно палубная авиация сыграла исключительно важную роль в войне на Тихом океане. Немного предыстории. Авианосцы появились во втором десятилетии 20-го века. К тому моменту доминирующей силой на море были орудия главного калибра линкоров и тяжелых крейсеров. Корабельным же самолетом отводилась скорее второстепенная роль, поскольку пока не было четкого представления о доктрине применения плавучих аэродромов. Постепенно ситуация менялась. Стало очевидно, что авианосцы, имеющие на борту штурмовики и торпедоносцы, превращаются в грозную силу. Что касается палубных истребителей, то они должны были выполнять две основные задачи. Первая — это противовоздушная оборона авианесущей группировки. Вторая — сопровождение ударных машин, атакующих корабли и прибрежные районы противника. Истинную мощь палубной авиации мир узнал 7 декабря 1941 года. На рассвете с шести японских авианосцев поднялись в воздух 353 палубных самолета. Спустя почти два часа они нанесли внезапный и ошеломляющий по силе удар по военно-морской базе США в Перл-Харборе. Японские летчики уничтожили или сильно повредили множество боевых кораблей и 188 американских самолетов. Потери японской авиации составили всего 29 машин. Истребитель «Зеро» приняли на вооружение морской авиации Японии в июне 1940 года. Он стал самым массовым японским боевым самолетом. Выпустили около 11 тысяч экземпляров. «Зеро» собственно говорит прозвище, оно не японское, оно американское. Потому что машина называлась истребителем тип 0. Японцы его называли «Рейсен», это то же самое, нолик. Почему? Была вынята вооружение в 1940 году. Вот они брали последнюю цифру года по японскому литосчислению. Я не помню какой он был, но вот последняя цифра совпадала с европейским. «Зеро» обладал характерными признаками корабельного самолета. Так с помощью тормозного гака истребитель цеплялся за один из тросов, натянутых поперек посадочной палубы. Для компактного базирования крыло самолета складывалось. Правда, поднимались только его концовые части. Машина имела большую дальность полета. С подвесным топливным баком она могла преодолеть 3000 километров. Зачастую «Зеро» появлялись там, где их совершенно не ждали. И они уничтожали самолеты противника не в воздухе, а на земле. Японские конструкторы обеспечили пилота прекрасным обзором из кабины. Подобный каплевидный фонарь появился на других одномоторных истребителях только в середине войны. «Зеро» обладал хорошей маневренностью и на начальном этапе войны превосходил американские машины как сухопутного, так и палубного базирования. Например, к моменту нападения на Перл-Харбор основным палубным истребителем США был F-4F Wildcat. По ряду параметров он действительно уступал японской машине. «Зеро» все было поставлено на достижение высокой скорости, хорошей маневренности, прекрасной скороподъемности и мощного вооружения. Японцы установили на самолете пушки, добились высокой скорости. Пушечное вооружение позволяло открывать огонь с большой дистанцией, поражать хорошо защищенные цели. До войны в США достаточно скептически относились к японской авиации. Поэтому появление у противника столь превосходного истребителя стало полной неожиданностью. Картина для американцев стала проясняться, когда у них появилась возможность детально изучить самолет. На этих кадрах один из трофейных японских истребителей исследует на американской авиабазе. Во многом преимущество «Зеро» в маневренности достигалось за счет сравнительно малой массы. Он весил 2,5 тонны, то есть на одну тонну меньше, чем самый легкий американский истребитель. Вот только сделано это было в ущерб прочности конструкции. При больших перегрузках «Зеро» мог просто развалиться в воздухе. В таких условиях выручало лишь мастерство японских пилотов. Они знали тот предел, за который нельзя было выходить. Чтобы получить легкую конструкцию, они ввели маленькие запасы прочности, отказались от протектирования бензобаков, отказались от бронирования смаги. Значит, что отсюда? Низкая боевая живучесть. Что ж, если получил, то получил. Ну, у японцев к этому подходу еще величайший уровень подготовки летчиков. Значит, если прикинуть, японские морские летчики имели при попадании в строевую часть налет даже больше, чем у немцев, больше, чем у американцев. Они рядового летчика учили три года. По результатам исследований американским пилотам было рекомендовано не вступать в маневренный бой с истребителями «Зеро». Новая тактика получила название «Бей и беги». Любопытный момент. Для американских летчиков сняли учебный фильм, в котором объяснялось, как отличить «Зеро» от американских самолетов. Для наглядности фюзеляж японской машины сравнивался с «Сигарой». Роль пилота, чуть было не сбившего свой самолет, приняв его за японский, сыграл будущий президент США, а тогда молодой актер Рональд Рейган. Подробное изучение американцами «Зеро» стало приносить свои плоды. Японцы уже не чувствовали себя столь уверенно, и характер войны на Тихом океане стал меняться. Ключевым эпизодом явилась битва за острова Мидуэй, которые находятся в самом центре Тихого океана. В ходе одного из крупнейших морских сражений авиация США отправила на дно 4 японских авианосца и один крейсер и уничтожила более 300 самолетов. Потери американцев были существенно меньше. Для войны пришло понимание, осознание того, что проецирование силы с помощью авианосных группировок ведет к успеху. И эта тема продолжилась, продолжилась вплоть до нашей дни. Такое стратегическое мышление по-прежнему работает и работает очень неплохо. Наиболее крупные американские авианосцы того времени имели на борту до 100 самолетов. Причем большую часть составляли именно истребители. Палубный истребитель F-4F оставался основным в корабельной авиации США до середины 43-го года. К тому времени конструкторы фирмы Грумман, стремясь улучшить характеристики машины, создали новый самолет. Его обозначение — F-6F Hellcat, «Ведьма». F-6F был достаточно тяжелой машиной. По сравнению с предшественником он весил в два раза больше. Его взлетная масса составляла 7 тонн. Двигатель имел мощность 2000 лошадиных сил и разгонял истребитель до 620 км в час. Кабинолетчик имел серьезную защиту. Переднюю и заднюю бронеплиты, нижний бронеподдон, лобовое бронестекло. Помимо этого броней защитили жизненно важные агрегаты самолета. Вооружение «Хелкота» состояло из шести крупнокалиберных пулеметов. Как штурмовик он мог нести 900 кг бомбовой нагрузки и шесть неуправляемых ракет. Стоит отметить, что F-6F все же уступал Зеро в горизонтальной маневренности. Но его другие характеристики, особенно в сочетании с тактикой «бей» и «беги», позволяют говорить о полном превосходстве «Хелкота» над японским истребителем. Своё преимущество «Хелкоты» продемонстрировали летом 1944 года. В боях над Филиппинским морем они уничтожили около 400 японских машин. А всего за годы войны на счету «Хелкотов» более шести тысяч самолетов противника. На F-6F воевал лучший ас американского флота Дэвид МакКэмпбелл. Он одержал 34 воздушные победы. Ещё одним американским палубным истребителем времён Второй мировой был F-4U «Корсар» фирмы «Чанс Волт». Его приняли на вооружение в 1942 году. Пожалуй, первое, что бросается в глаза, это не совсем привычная форма крыла самолёта. Это так называемая «обратная чайка». Сделано это было из следующих соображений. В местах излома крыла крепились стойки шасси. Таким образом фюзеляж как бы приподнимался вверх. То есть без увеличения размеров стоек можно было установить винт необходимого диаметра. Плюс к этому такая форма крыла уменьшала аэродинамическое сопротивление. По сравнению с «Хелкотом» у «Корсара» при той же мощности мотора скорость была в среднем выше на 50 км в час. И ещё одно преимущество. Такое крыло обеспечивало большую безопасность при вынужденной посадке на воду. Начиная с середины 1943 года, «Корсары» принимали участие во всех крупных операциях на Тихом океане и показали прекрасную боевую живучесть. На один сбитый «Корсар» приходилось 11 побед, одержанных пилотами этих самолётов. Помимо этого машина проявила себя и как неплохой штурмовик. По многим показателям, именно «Корсару» отдаёт пальму первенства в борьбе за звание лучшего палубного истребителя Второй мировой. И тот факт, что он оставался на вооружении ещё долгое время после войны, лучшее тому подтверждение. Это оригинальный самолёт. Он летал в 43-м, а затем, если можно так сказать, вышел на пенсию и применялся в Гондурасе. У него две или три победы. В начале своей карьеры у «Ф-4У» была плохая репутация палубного истребителя. Он плохо себя вёл при посадке. Но со временем его модифицировали, и проблемы исчезли. Я думаю, этот самолёт очень крепкий, прочный. У него хороший мотор, он быстро разгоняется, у него хорошая маневренность. Да, я предпочёл бы сражаться на этой машине против японцев. Заканчивая тему палубных истребителей, отметим, что авианосцы были и на вооружении Королевского флота Великобритании. На них базировались самолёты как американского, так и английского производства. Специальных палубных истребителей англичане не проектировали. Это были корабельные варианты сухопутных машин. В частности, «Си Харрикейн» являлся модификацией сухопутного «Харрикейна», а «Си Файр» — корабельная версия «Спитфайра». Германия и Советский Союз во время Второй мировой авианосного флота не имели. В 1943 году в противостоянии Советского Союза и Германии произошёл перелом. Летняя победа под Курском позволила Красной армии перехватить стратегическую инициативу. Темпы продвижения советских войск на Запад нарастали. Теперь требовался истребитель с большей, чем прежде, дальностью полёта. В марте 1943-го в серийное производство запустили модификацию Як-9 с индексом «Д» — дальний. Ёмкость топливных баков самолёта увеличили в полтора раза. В 1944-м заводы стали выпускать Як-9 «ДД», то есть дальнего действия. Он мог пролететь 2000 километров, в два раза больше по сравнению с базовой машиной. А в целом это лучший показатель среди советских истребителей военного периода. Як-9 «ДД» привлекались для выполнения специальных операций. Например, их использовали для сопровождения тяжёлых бомбардировщиков-союзников, действовавших с территории Украины. Экспериментировали и в другом направлении. Оно касалось вооружения самолёта. Перед полётом произведи проверку оружия. Установи шкалу прицела на нуль. Проверь, не сбиты ли прицелы. Для этого совмести крестик на лопасти винта с перекрестием прицела. Заряди пулемёт, пушку. Приготовь оружие к бою. Сними с предохранителей гашетки управления огнём оружия. И проверь освещенность сетки прицела. Для стрельбы из пулемёта нажми верхнюю кнопку. А для стрельбы из пушки нажми откидную гашетку. Уничтожение фашистских самолётов – дело чести советского лётчика. На Як-9Т установили 37-миллиметровую пушку. Индекс «Т» в названии истребителя означал «танковый». С дистанции полкилометра бронебойные снаряды пробивали танковую броню толщиной до 30 миллиметров. Также повысилась эффективная дистанция открытия огня по воздушному противнику. Правда, стрелять приходилось короткими очередями, так как после двух-трёх выстрелов из-за сильной отдачи истребитель сбивался с линии прицелем. Внешне Як-9Т практически ничем не отличался от других модификаций. Поэтому противник опасался встречи со всеми машинами Яковлева. А пилоты истребителей Люфтваффе стали избегать лобовых атак. Ещё более мощным вооружением обладал самолёт Як-9К, крупнокалиберный. Он имел пушку калибра 45 миллиметров. Опыт боевых действий показал, что вполне хватало попадания одного снаряда, чтобы уничтожить любой вражеский самолёт. Но это орудие было не слишком надёжным, поэтому истребитель построили в небольшом количестве. Другим вариантом «девятки» стал истребитель-бомбардировщик Як-9Б. Он мог нести до 400 килограммов бомб. В отличие от других машин подобного типа, бомбы находились не на внешней подвеске, а внутри фюзеляжа. Это не ухудшало аэродинамику самолёта. Такими машинами была укомплектована одна из авиационных дивизий Третьего Белорусского фронта. В её состав входила эскадрилья, самолёты которой построили на средства артистов Малого театра. Самая совершенная модификация Як-9 имела индекс У, улучшенный. На него установили мотор М-107 конструктора Владимира Климова. Это был самый скоростной советский истребитель той войны. Его максимальная скорость 670 километров в час. Як-9, вот он как создавался и задумывался как самолёт воздушного боя, в процессе своего развития, совершенствования получил очень много назначений. И успех, с моей точки зрения, был связан с многофункциональностью. С небольшими переделками он мог быть и истребителем воздушного боя, и дальним истребителем, истребителем-бомбодировщиком с внутренними бомбодержателями. Очень много разных назначений этого самолёта, и они как бы перекрывали всю гамму потребностей ВВС Красной Армии в тот период войны. Вершиной всего семейства яковлевских истребителей можно считать Як-3. Як-3 стал примером более чёткой настройки всей системы истребительной авиации. При его создании не гнались за мощным вооружением, как на истребителях Лавочкина. Не ставили целью иметь большую дальность полёта, как на специальных модификациях Як-9. Упор сделали на маневренность. Як-3 спроектировали максимально лёгким. И в маневренном воздушном бою он не имел себе ранок. Нужна была машина для боя с современными немецкими истребителями. Ведь немцы тоже не стояли на месте, их данные всё время повышались. Яковлев решил задачу, которая, по сути-то, была трудно решаемой. Ведь какими способами можно поднять скорость самолёта и его вообще лётные данные? Поставить более мощный двигатель, говорят, с ним и забор летает, либо уменьшить массу машины, либо улучшить её аэродинамику. Поставить более мощный двигатель не удавалось, да? Мы фактически ещё раз форсировали тот же самый М-105 ПФ. Яковлев облегчил машину до предела, сняв с неё всё, что только можно. И в какой-то степени улучшил аэродинамику. Вот по всем трём путям в итоге получился Як-3. На фронте машины появились летом 1944 года. Тогда же их получили французские лётчики полка «Нормандия-Неман», который входил в состав советских военно-воздушных сил. После окончания войны самолёты полка передали ВВС Франции. Один из сохранившихся Як-3 экспонируется в музее авиации в Лебурже. На завершающем этапе Второй мировой немецкие конструкторы также предприняли попытку улучшить свой основной истребитель Мессершмитт-109. Более мощный двигатель — усиленное вооружение. Из машины попытались выжать последние остатки её потенциала. Как результат — очередное увеличение массы и ухудшение маневренных характеристик. Вести бой на равных с новыми советскими истребителями Мессершмитт уже не мог. К концу войны от былого превосходства лётчиков Люфтваффе не осталось и следа. Вторая мировая стала для истребительной авиации переломным моментом. С одной стороны, поршневые машины во многом достигли пика своего совершенства. С другой, всё отчётливее проявлялись тенденции будущего развития. К тому моменту поршневые истребители перешагнули рубеж скорости в 700 км в час. Но дальнейший её рост был затруднён из-за большого сопротивления, которое создаёт воздушный винт. Во время войны произошло знаковое для авиации событие. Самолёты стали переходить на реактивную тягу. Причём первенцами реактивной эры были как раз истребители. Развитие реактивных двигателей шло по двум направлениям. Один класс составляли жидкостно-реактивные двигатели, или ЖРД. У самолётов с ЖРД баки с окислителем, которые необходимы для сгорания топлива, находятся на борту аппарата. Такие двигатели ещё называют ракетными, поскольку именно в ракетной технике они получили широкое распространение. Самолёты с подобной силовой установкой также принято называть ракетными. Другой класс — это двигатели воздушно-реактивные. Для сгорания топлива они используют воздух, который забирают из атмосферы. Собственно, по этому направлению и пошло развитие авиации после войны. Самыми распространёнными в этом классе стали турбореактивные двигатели, или ТРД. Во время войны наибольших успехов в создании реактивной техники достигли немецкие конструкторы. Экспериментальные самолёты фирмы «Хейнкель» были опробованы в воздухе ещё летом 1939 года. Первый реактивный истребитель поднялся в небо в апреле 1941-го. Это был «Хейнкель-280». Однако на испытаниях возникли проблемы с турбореактивными двигателями, и в результате в серийное производство запустили другой самолёт — «Мессершмитт-262». Свой первый полёт он совершил 18 июля 1942 года. Впрочем, точнее будет сказать, первый полёт с реактивными двигателями. Годом раньше для проверки аэродинамики самолёт поднялся в воздух с поршневым мотором. Затем на опытной машине использовали оба типа силовых установок. Подстраховались не зря. В первом же полёте турбореактивные двигатели отказали, и приземлился «Мессершмитт» с помощью поршневого мотора. И лишь после установки на самолёт более совершенных двигателей его решили испытать в чисто реактивном варианте. Ещё одна деталь. Первые опытные образцы истребителя имели шасси с хвостовым колесом. Впоследствии перешли на схему с носовым колесом. Это неотъемлемый атрибут будущей реактивной авиации. На вооружение Люфтваффе «Мессершмитт-262» поступил в апреле 1944 года. Истребитель представлял собой одноместный цельнометаллический моноплан с низкорасположенным крылом. Он оснащался двумя турбореактивными двигателями «Юнкерс ЮМО-004». Тяга каждого — 900 килограммов. Нормальная взлётная масса самолёта почти 6,5 тонн. Максимальная скорость полёта — 850 километров в час. «Мессершмитт-262» вооружался четырьмя пушками калибра 30 миллиметров. Они устанавливались в носовой части. Под крылом монтировались направляющие для опуска неуправляемых реактивных снарядов. И что интересно, в ходе войны такое оружие, как правило, использовалось для атаки наземных целей. В данном случае стрельбу предполагалось вести по бомбардировщикам. Более того, снижение ракетов управляемыми ракетами «Х-4». До практической реализации дело не дошло, но, как бы то ни было, ещё одно направление послевоенного развития боевой авиации налицо. В варианте истребителя-бомбардировщика «Мессершмитт» имел две пушки и мог нести две полутонные бомбы. Чисто истребительная модификация самолёта получила прозвище «Швальбе» — «Ласточка». «Бомбардировочная» — «Штурмфогель» — «Буревестник». Кстати, бомбардировочный вариант машины очень заинтересовал Адольфа Гитлера, который грезил о чудо-оружии, способном изменить ход войны. Некоторые немецкие военные более трезво оценивали происходящее и, напротив, настаивали на производстве чистых истребителей. С их помощью планировалось усилить противовоздушную оборону Рейха. В результате именно в качестве истребителя «Мессершмитт-262» и понадобился. Разработали даже двухместный ночной перехватчик, оборудованный локатором. Всего построили 1400 машин разных модификаций. Немцы считали, что это оружие, которое переломит ход войны. Другое дело, что они осваивали уже эту технику в военное время с уже не очень квалифицированным лётным и техническим составом, когда у них уже были проблемы и с транспортом, и с топливом, и с запасными частями. То есть в конце войны германская авиация испытывала очень большие трудности. В целом «Мессершмитт-262» не повлиял на ход боевых действий. Лётчики не успели его толком освоить, возникли и технические проблемы. Но главное, немецкая военная машина была уже не столь хорошо организована, как в начале войны. Большая аварийность была у них. Поскольку машина плохо освоена ещё была, были проблемы со срывом непроизвольного пиктирования, разрушением в воздухе и так далее. Любая новая машина практически страдает младенческими болезнями. После победы один из уцелевших самолётов попал в Советский Союз, где его самым внимательным образом изучили. Рассматривалась даже возможность серийного выпуска истребителя. Ближе к концу войны противовоздушная оборона Германии остро нуждалась в перехватчиках, способных молниеносно настичь обнаруженного противника. Для этого наиболее подходили истребители с ракетными двигателями. В 1944 году на вооружение Люфтваффе поступил «Мессершмитт-163». Его жидкостно-реактивный двигатель фирмы «Вальтер» имел тягу 1700 килограммов. И хотя топлива на борту хватало на 6-7 минут полёта, высокие разгонные характеристики должны были обеспечить успешное выполнение задания. Этот ракетный истребитель первым достиг скорости 1000 километров в час. Высоту 10 километров он набирал менее, чем за 2 минуты. Идея очень простая – обеспечить высокую скороподъёмность. Ну, скажем, появляются самолёты противника. Его засёк пост наведения, послал сообщение. Нужно как можно быстрее взлететь и набрать высоту, на которой идёт самолёт противника. Догнать – отстреляться, а дальше садиться на планирование. Дальше боеспособность самолёт теряет. Вооружение машины состояло из двух 30-миллиметровых пушек. В носовой части имелся небольшой винт, который приводил в действие электрогенератор. Для снижения массы самолёт взлетал с помощью отделяемой колёсной тележки. Садилась машина на выдвижную лыжу. Немцы применяли Мистершмитт-163 против американских тяжёлых бомбардировщиков. Правда, ожидаемого эффекта это не принесло. Сбили крайне мало, а проблем в эксплуатации получили много. Больше всего доставляло хлопот ядовитое и взрывоопасное топливо. При жёсткой посадке на лыжу его остатки могли детонировать. Оригинально выглядит проект ещё одного немецкого ракетного перехватчика «Наттер». Это была машина вертикального взлёта. На начальном этапе траектории наведения происходило по радиокомандам с земли, после чего управление переходило к лётчику. Настигнув противника, он должен был атаковать его реактивными снарядами. На землю пилот возвращался на парашюте. На другом парашюте опускалась задняя часть фюзеляжа с двигателем. Впрочем, серийное производство этих машин наладить не успели. Агония последних месяцев войны привела к принятию на вооружение люфтваффе ещё одного реактивного истребителя. Это Хенкель 162 «Саламандра». Ещё его называли «Фольксъегер», то есть «Народный истребитель». Идея максимально проста. Массовый и лёгкий в изготовлении самолёт с высокими лётно-техническими характеристиками. Лётчиков для этих машин должны были готовить чуть ли не в Гитлер-Югенд. Осознание краха нацистским идеологам Третьего Рейха давалось нелегко. Второй страной, наиболее преуспевшей в создании реактивных самолётов, была Великобритания. Британский реактивный первенец поднялся в небо 15 мая 1941 года. Машину спроектировали на фирме «Глостер». Это был чисто экспериментальный самолёт. Впрочем, определённый прицел на истребительное использование тоже присутствовал. Следующая реактивная машина фирмы «Глостер» уже являлась полноценным истребителем. «Метеор», а именно такое название получил самолёт, приняли на вооружение в июле 1944 года и практически сразу он вступил в угол. Основными целями являлись реактивные самолёты-снаряды «Фау-1», которыми немцы обстреливали территорию Англии. Здесь, пожалуй, стоит опять вспомнить про поршневые машины. В том же 1944-м в Королевский ВВС поступил «Хоукер Темпест». Этот истребитель с мощным поршневым мотором также с успехом применяли против «Фау-1». Примечательно, что по многим характеристикам, в том числе и по скорости, поршневой «Темпест» превосходил «Метеоры» первых модификаций. Реактивная эра только вступала в свои права. Если сравнивать «Метеор» с 262-м «Мессершмиттом», то английская машина имела несколько худшие показатели. За годы войны построили чуть более 200 «Метеоров». Пик производства этих машин пришёлся уже на послевоенное время. В США во время Второй мировой также велись работы по реактивной тематике. Перед нами П-59 «Эйркомет» фирмы «Белл» — первый американский реактивный самолёт. В принципе, П-59 можно считать истребителем, поскольку машина была вооружена. Другое дело, что по причине невысоких характеристик её решили не применять в боевых действиях. Небольшая серия построенных самолётов находилась в так называемой опытной эксплуатации. Фактически, это были учебные машины, на которых лётчики знакомились с новой техникой. Первым реактивным истребителем в американской армии стал П-80 «Шутинг-Стар». Он появился ближе к концу войны и участия в боевых действиях не принимал. В Советском Союзе дальше других продвинулись в ОКБ Виктора Болховитинова, где создали ракетный истребитель «Би». По одной из версий это расшифровывается как «Березняк Исаев». Александр Березняк и Алексей Исаев были непосредственными создателями самолёта. Другая трактовка сокращения «Ближний истребитель», поскольку радиус действия этой машины был очень мал. И действительно, топлива для жидкостно-реактивного двигателя хватало всего на две минуты работы. При появлении цели необходимо было быстро взлететь и быстро догнать противника. В качестве оружия предполагалось использовать как пушки, так и небольшие бомбы, которые сбрасывались на плотный строй бомбардировщиков. Приземлялась машина уже с неработающим двигателем как планер. Первый полёт с использованием ЖРД самолёт выполнил 15 мая 42-го года. Лётчик-испытатель Григорий Бахчеванджи. Отметим, что это был первый в мире полёт боевого, то есть вооружённого реактивного самолёта. В серию истребитель не запустили, поскольку в седьмом испытательном полёте одна из опытных машин разбилась. Григорий Бахчеванджи погибл. В Советском Союзе развитие реактивной авиации вступит в активную фазу только после войны. Вторая мировая война сыграла важную роль в развитии авиации. Мы не будем задаваться вопросом, какой истребитель того периода следует считать лучшим. Тем более, что ответить на него практически невозможно. Слишком много различных факторов влияют на этот выбор. В небе встретились самолёты, созданные в разное время, в разных странах, с разными концепциями применения. Каждая из этих машин интересна по-своему. И каждая по праву занимает своё место в истории военной техники. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok